Всем привет! Сегодня у нас в эфире Вспола, которые также как и Скру попытались сделать более самостоятельным оружием. Ну и боевой каталой выступает Всполохомобиль с тремя такими пушками, улучшенной нерпой и в данный момент машина собрана на базе кабины. Вой! Зо... Бляха-муха, я ненавижу эти две кабины из-за того, что я их все время путаю. Вой! Да, вой. Но потом я еще попробую с этим оружием погонять Каталину. Ну, в рамках этого же видео. Поехали! Я видел, здесь где-то сидит один красный. А, вот да, вот ты где. А, блин, Кеннет, это ты, ёптертер. Я увидел, что тут сидит какая-то туша, короче, вдали. Думаю, блин, ладно, наверное, там игрок затихарился, пропустил специально пол, а вон он там вперед. Охренеть, уже 3000, кстати, не кидал. Обалдеть. Думаю, поеду, короче, сразу там это самое... В тылы. Там, скорее всего, сидит какой-нибудь игрок, зашкирился и ждет, прям ждет, пока я приеду. И расчехлю всю мощь императора Палпатина. А, оказывается, тут вот. Все надежды и мечты обломались. Ну, ладно. Рыбка! Ты какая рыбка? Ну, значит, ты будешь сухопутная рыбка, которая уже все, уже не плавает. Победа. Где права купил, блин? Сядут на свои ролики несущие, по прямой проехать не могут, только слышу, что там врезался, тут врезался, короче, тут перевернулся. Ну, ладно, ладно. Я, если эти ролики несущие возьму, то вообще такая корова на льду будет прямом не гореть. Так, не успеваю я добраться. Ладно, успеваю. Здравствуй, Ховара, здравствуй, друг. Сейчас тебе придет каюк. О-о-о, ты еще решил меня пострелять, да, пока я тебя этим хренатью какой-то молодец. А что, думаешь, я это самое? Я сейчас вам на двоих раздавать буду. Или не буду, а, нет, ну, уже не буду, да, потому что один из вас закончился. Слушай, отцепись ты от меня, блин, своим этим. Вот, блин, докопался, вот приклеился. Ладно, Ховара мы с фортунками, получается, выпилили, а вот на дробоводы меня тут уже не хватило. Причем, наши вроде сначала тут их нормально стояли, подавливали, короче, все это, а потом взяли как-то обратно куда-то всосались под гору. Я остался один на трерыва. Но, кстати, пока я их отвлекал, неплохо, ладно, нормально, я думаю, победим тут. Вот, я говорю, зато это чумное животное с дробовиками, короче, просто не по прямой, не по кривой, никак поехал, перевернулся, дальше на крыше едет ему нормально. Ролика несущая, это прям топ. Что, ПВЕ и вешалка опять в боях, да? Ну, ладно, 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 ладно. Так, надо сейчас аккуратненько прокрасться под этой автопушкой, и вот, все нормально. Даниэл! Ну, ну, сейчас первую, видимо, отъедешь хорошо и по-быстрому. Блин, почти полтысячи желтого, ножок прям моментально. Раз атака... Но! Но-но-но-но-но-но. Это у меня в данный момент три с полоха стоят улучшены. Они, правда, далеко не все там улучшены на урон, но улучшены. Я сейчас после этого боя... Блин, сейчас, походу, с полоха одного лишусь. После этого боя поставлю три стоковых, но уже с Каталиной. Посмотрим, как пойдет лучше, хуже, так же, короче, и всякое вот это. Так, готово! Две семьсот там нажгли. Блин, тут опять в остров... А-а-а, мне инвиз сбила, Хельга! Так, ладно. Поехали, пообщаемся с этой автопушкой. Где ты, инвизер? Вот ты где. Халлоу, пирожок. Привет, пирожок. Тебе будут крантыщи. Готово. Автопушка, мы идем! Привет! Как твои дела? Давай, рассказывай. Что-то у тебя там уже отпало, слышишь, по звуку отвалилось. Прямо с таким грохотом. Не знаю, какой-то, блин, в ворох лопат упал в дедовом сарае. Ты там хоть прикручивай в следующий раз-то понадежнее что-то как-то это. А то что-то непонятно и ходишь, разваливаешься. Стареешь, что ли? Ну, все, ладно, кранты этой автопушки. И у нас полторы тысячи, кстати, результат. Not bad, not bad. Меняем машину. Даже почти он 1600. Точнее, не машину меняем, а меняем всякое в этой машине. Во-первых, вставим сюда Каталину. Она же встанет. Нет, ни хрена она не встанет. А во-вторых, ставим стоковые всплохи. Блин, а у меня нет стоковых всплохов. Все, теперь есть. Был один, стало десять. Магия свершилась. А ну да, надо сначала кабину поставить. Каталина внезапно после воя не вывозит эту машину. И пришлось ее улучшать. И минус массу ей ставить. И плюс переделку ей ставить. Про улучшать Каталину сразу на два определенных пункта. Это же, блин, столько бабок. Ну, в принципе, ладно. Если ты можешь на крафт себе поставить три реликта, то я думаю, про улучшать Каталину это вообще не вопрос. Другая тема, то что я, например, на свой аккаунт тоже, если буду собирать какой-то такой искромобиль, да, нахрен я не буду упорываться именно у сполоха мобиль. Я просто возьму как раз три искры и бой, чем три сполоха и Каталина. Но, тем не менее, посмотреть мы такую штоку сейчас посмотрим. Даже с поправкой на то, что один стоковый сполох можно купить сейчас за 23 тысячи. То есть это у нас три сполоха 69 тысяч за этот самый, да, плюс Каталина. Каталина одна 3522. Ну, возьмем, допустим, 3500. Одно улучшение Каталины это у нас, ну, грубо говоря, 10 тысяч монет. А я сейчас улучшал ее три раза, прежде чем мне не выпало именно то, что я хотел по этим самым, даже с учетом стабилизаторов. Это на первое улучшение, тебе потребуется десятка, ты покупаешь три кабины, а потом у тебя остается все равно одна кабина, и тебе понадобится купить только две. То есть это там по 7 тысяч тратишь. То есть 10 и 14, плюс 24 тысячи монет. Еще ко стоимости непосредственно самих реликтов. Охренеть, кому не в лом, кто-нибудь переведите в рубли, пожалуйста. Просто сколько это будет, например? Сейчас я не знаю, какой там курс монет. А у нас, тем временем, каньон основателей. Нифига ты какой, короче, взял уже с тыла по... А-а-а-а! Блин, да у них прям вообще организованная преступность. Так, все. Ты оттормаживаешься. Твое путешествие в этом бою, по крайней мере, закончилось. Понял меня? Молодец. Ай, молодец. Так, надо отсюда теперь уйти. Господи, да замри ты на одном месте. Вообще какой-то носорог совершенно без этого самого отбитый. Но и со всех таранит. Так, 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 так. Давай подальше от этого носорога выйдем. Ты кто? Что? Куда? Пара-па-па-па-па-па-па-па-па! Ладно, сойдет. Дробал делает красиво. По крайней мере, для нас, но не для врага. Ему сейчас очень неприятно. Он, наверное, думает про то, что утюги понерфили и не должны как бы теперь вот так. Ну, почему-то это делают. Ну, ладно. И остался один. Да что так быстро? Кстати, сколько я набрал? Я набрал только четыре стаков всего за этот бой. Наберем вкусных стаков. Вот на этой же суховине. Опа, здрасте. Че-то на меня сразу повернулось. Не, не повернулось, отвернулось. Хорошо. Так, вот только там сейчас на флаге могут с синим разобраться и сюда ворваться. Нет, не ворвутся. Замечательно. Давай здесь еще стаков этих порежем. Чудесных, замечательных, вкусных. И в итоге у меня их пока что только два. Ну, в принципе, ладно, все равно неплохо. Так-так-так-так-так-так-так. Инвизьюзик. Здорово, цунама! Блин, я стою прям под... Ой, не, нормально. Ну, цунамку уже отжег. И давай вторую. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Замечательно. Ладно, отожгли ему пушку просто вместе с крафтом. Блин, ну здесь у нас опять куча миликов, дробоводов. Там всякое вот это вот. Там команда врага просто осыпалась. К хренам. Очень-очень-очень быстро. А у них там есть гериды, да, которые даже, вон, что-то пытаются. Но... У них вот это что-то пытается, заканчивается просто ровно в тот же момент, буквально спустя пару секунд после приезда дробовода. Ничего сделать не могут. Так, а что делает последний? А последний... ВЫХВАТЫВАЕТ! Вот что делает последний! Всё готово. 1085 очков. И второе место. Кстати, дробовод у нас на первое место не вышел. Вот это поворот. Какая раскоряка тут пришла. Пришла шагать, вышагила. Опа-па-па-па-па. Погоди, не до раскоряки. Вообще совсем, блин, ещё игрово стар. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Причём попадаю им прям в гнездо с оружием, но искры уходят в детали потом в оставшиеся и всё, и больше уже не выжигают. Да, он сейчас в кабину меня просто добьёт. Но у него выпало там два, по-моему, дробояка или один точно. Один у него только и остался, добил меня вообще этот хрен. Да, хорошо, урон-то на самом деле много, но так как ты не можешь выбирать, куда именно тебе стрелять, случается вот такое. Сейчас мне, походу, дело будет так больно, что прям от хотения смотрел. Ладно, вроде как спрятался под самим этим ботом, от него же. И пока живу. Тихо, только не поворачивайся на меня, не надо, не надо тебе это, не надо. Да, блин, как тяжко, без стаков каких-либо Каталины. На этих омах это прям реально вообще беда. Да, блин. А, как ты не вовремя сдох. Кто, какая скотина стреляла? А, вон там, питул с трабояками очередной. Так, погоди. Охрен, я отсюда сейчас его обойду. А у меня уже все, кстати, один только этот и остался. Один только в сполах. Все, приехали. Не, если есть бабки на такую кучу реликтов, улучшений и так далее, то вот именно в качестве искромобиля реально лучше взять машину именно с искрами. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. Сполохи, они на такой ом тебя загоняют, что такая сборка предстоит себя оправдывать. Искромобиль непосредственно с искрами. Кто не видел вот тот видосик, посмотрите, пожалуйста, поймете вот эту существенную вероятницу по омам. Ну, кто может только теоретизировать, сам на такие омы не шарится. Урон-то у сполоха, даже у стоку, кажется, прям нормально так вообще хватает, да, прям жестко. И особенно, когда стаки наберешь, так это вообще прям вам не горюй. Но, реально, с учетом того, на какие омы загоняется и получается машина, весь этот урон, вся его значимость нивелируется прям довольно-таки сильно. Непосредственно с полоха мобилей мы с вами к обзору больше брать, скорее всего, не будем. По крайней мере, в том виде, с полоха, в котором он присутствует сейчас в игре. А вот к Искраммобилю еще вернемся, и вернемся неоднократно и точно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.